МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, собрались в таком знаковом месте, мне кажется, в одном театре, где произошло интересное событие. Ну да, для нас оно особо интересное, конечно, в нашей жизни вообще творческой. Для многих, ну, судя по социальным сетям, абсолютно точно, для многих стал ваш концерт таким открытием. Скажи, пожалуйста, ты почувствовала, что вот в этот самый момент происходит что-то, что дальше даст какой-то определенный толчок в карьере? Во-первых, для нас это, естественно, было что-то новое, и у нас не было никогда такого опыта, тем более, замахнуться на театр, да, театральную сцену. Пока мы готовились к нему, мы, естественно, мы были, ну, мы не знали вообще, во что это окончательно, во что это выльется. И уже во время концерта я уже понимала, что... Ну, эмоция на... Я даже не знаю, эмоция... Растрогали, честно скажи тебе, зрители. Растрогали очень. Не ожидала такой реакции? Конечно, невозможно, я еще два дня потом рыдала, и ужас. Конечно, не ожидала сильно. Подкатывала прямо два дня подряд уже. Перед тем, как выйти к зрителям, было ли какое-то волнение, там, коленки дрожали, голос? Как такового волнения я не чувствовала, пока не начала петь. Вот начало вокальных моментов, и я все, я чувствую, что я не сильно контролирую процесс, вот. Но я повернулась к ребятам, и почувствовала, что все хорошо, так, все, успокойся, все хорошо, все рядом, все хорошо. И погнали. Вот эти ребята, из той информации, да, которой я владею, я поняла, что это как такая мозаика, собранные отдельно люди. Как ты их встретила, и что они для тебя представляют? Ой, они все для меня отдельная история, это вообще не случайные встречи. Вот, допустим, гитарист Алексей Опасов, мы с ним, он основа вообще этой группы, мы с ним сначала прорабатываем песни, песни рождаются вот с ним. Потом уже они с группой как-то принимают какую-то форму, да, аранжировки. Вот, потом Артем Колбас, он играет на басу и играл на перкуссии в некоторых песнях. Это нестандартные решения вообще в аранжировках, это совершенно вообще, ну, мы можем принести мажорную песню. Он говорит, а давайте в миноре сыграем, то есть, ну, совершенно, и получается совершенно новая песня, другие грани, вообще другой смысл. Такой мистер хаос. Да, это он. Потом Константин Иванов, перкуссионист, барабанщик в нашей группе, он само добро. Это человек, который из себя источает, рождает только добро. Я не знаю, эти голубые глаза, которые смотрят и говорят, извините. Просто в любом удобном случае, это очень интересно. Вот, и, конечно же, его талант безупречно, вообще безукоризненно нас дополняет. И, конечно же, наш Эрик Шутов, это человек-стиль нашей группы. Ну, он такой, он такой, не знаю, как его. Ну, я просто его очень тоже люблю, я всех ребят очень люблю, и равнодушно к ним как-то невозможно как-то, да, вот сейчас, сейчас мы разговариваем о барабанщике. Вот, я все равно по-человечески их как-то воспринимаю. Вот, и Эрик Шутов для меня такой вот классный парень. Сколько лет вы эту команду собирали? Они собрались довольно-таки недавно. С нами играли много хороших, очень-очень дорогих нам тоже музыкантов краснодарских. Но, когда ребята появились, мы поняли, что все, вот картинка сложилась, вот оно так и должно быть. Теперь можно, теперь мы поняли с кем, теперь можно делать что-то очень-очень важное. Что-то важное, это ваши авторские песни? Да, для нас, конечно, это, это, это наше самовооружение. В какой момент ты поняла, что все, готова открыться, ну, можно сказать, такое оголение произошло перед зрителем, да, одно дело кавер-версии песен, а другое дело свое собственное творчество. Вот в какой момент ты поняла, что все, я готова представить это на суд публике и получить ответ? Ранее мы старались немножечко дополнять наши кавер-программы своими песнями. То есть наши песни уже некоторые знают, и люди, которые пришли на концерт, они уже потихонечку подготовлены были. Вот, но на концерте, где исключительно наши песни, исключительно я понимаю, что я отдаю себе отчет в каждом слове, я понимаю, что я хочу донести. Это совсем другая история, нежели кавер. Когда ты выходила к зрителям, да, это было такое доверие подойти, кого-то обнять, вот откуда в тебе эта открытость? А потому что они были открыты. Ну, ты же не подойдешь к человеку, который от тебя отторгается. Ты все равно интуитивно понимаешь, что дорога открыта, и вот так и получается. Ну, иногда говорят, да, четвертая стенка. Есть такое понятие, четвертая стенка. И порой действительно зритель — это стена, за которую артист не выходит. Ну, потому что вот, это мое пространство, это моя сцена, вот он зритель, и они уже сами там с собой существуют. У тебя этого не было. Ты взаимодействовала со зрителем, и это была какая-то, ну, крайняя степень доверия. Ну, я после первой песни сказала, что мы будем делать этот концерт вместе. И я знаю, что все зависит от зрителя. Почти все зависит от зрителя. Насколько ты, насколько музыканты вдохновятся, насколько ты сможешь правдиво донести. Одно дело, когда ты выступаешь в клубах, и все кушают, и все занимаются своими делами, беседы. И ты, может быть, и хотел бы, да, но никто не принимает то, что ты даешь. А тут тишина, и есть ты, есть музыканты, луч света, и зрители, и все. На концерте были свечи, а часто ли в твоей жизни они присутствуют? Часто ли зажигаешь свечи, несмотря на то, что электричество есть? Мне бы хотелось, чтобы зажигали люди. Мне бы больше хотелось, чтобы, конечно, люди зажигают, а не свечи вообще по жизни. Потому что если ты взаимодействуешь с людьми, которые тебя чем-то могут дополнить, вот это зажигание. Объятия для тебя много, значит? Не всегда. Есть люди, которые заходят в комнату, и они уже объятиями внутренними объяли всех присутствующих. И при этом они не обнимаются, да, обнимашки вот эти вот не происходят. Мне кажется, обнимание — это взаимодействие, да, это поделиться, поделиться с человеком. И человеку не обязательно при этом контактный, телесный контакт вот этот вот. Поэтому не всегда. Слушая ваши композиции, ну, я, по крайней мере, пришла к такому выводу, что они рождались в какой-то невероятно счастливый день, невероятно счастливое мгновение, потому что они наполнили светом. От них исходит вот какое-то добро. И слушаешь и думаешь, да, в твоей жизни все нормально, все хорошо, и будет еще много все прекрасных событий. Вот в какой момент они действительно рождались? И почему ты выбрала все-таки это направление? Ведь намного проще, да, какую-нибудь слезливую песню исполнить и какие-нибудь свои ужасные переживания, да, представить зрителю. И тогда он будет сопереживать и думать, ну, да, да, классная песня. Допустим, последняя песня, самая свеженькая, она была написана, я молодая мать, и она как раз была написана рядом с люлькой моей детки. И я тихонечко под гитарочку там что-то там подшептывала, пришептывала. Ну, то есть это действительно, ну, счастливый момент для меня, да, и очень радостно, что он запечатлелся в какой-то форме. А боль, она, конечно, тоже присутствует, но не хочется о ней кричать, как вот, ну, когда ты о ней просто кричишь, это пошло. Когда ты ее обличаешь в какую-то форму, в какие-то образы, эта боль растворяется в какой-то, ну, она не становится чопорной какой-то, она становится осмысленной. А осмысленная боль – это гармония с счастьем, ну, то есть она уже не боль, она уже какой-то смысл. Ну, то есть если мы бы всегда были в счастье, у нас не было бы ощущения, что нужно двигаться дальше, что нужно что-то делать, да, ну, вот как-то так. Да, ты сказала про гармонию. Что она для тебя значит, и как к ней прийти? Быть самим собой, и очень важно, чтобы люди тебя воспринимали таким, какой ты есть, и не упрекали тебя, ой, ты, там, ты, а зачем ты так сделал, а у каждого должна быть своя воля, которую никто, вот надо, блин, помнить всегда об этом, чтобы вашу волю никто никогда не мог задавить, потому что каждый из нас через эту волю самовыражается, живет, ну, это, вот, ну, видела, да, таких людей, которые вот так вот ходят, ой, а ему в детстве сказали, да, что нельзя так делать, нельзя вот так вот, нельзя в трамвае громко говорить, нельзя там, нельзя петь, а на тебя там медведь на ухо тебе наступил, и вот человек мне рассказывает, как ему медведь на ухо наступил, а это вообще такого не бывает, я, ну, я очень много общаюсь с людьми, которые хотят заниматься вокалом, которые занимаются вокалом, и, и человек, даже, который плохо интонирует, которому сказали, что у него плохо с интонацией, которому наступили в детстве, это все психологический зажим, это ужасно вообще, и это только в вокале, а в нашей жизни нас тыркали всю свою жизнь, общество, ну, все учителя, да, которые говорят, как нам правильно, как нам правильно, а это все наша воля, все, которую вот пытаются в какую-то, в какие-то рамочки вот так вот, да, вот это моя воля, да, 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 а многие даже не подозревают, что это не они вообще, что это не, что это им когда-то надиктовали, что вот так нужно, так нужно, вот, вот так вот нужно вести себя, вот здравствуйте я такой у меня есть девочка невероятно я преподаю вокал есть девочка невероятной красоты но она даже не знает кто она такая вот она 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 просто вот ну красивая а на самом деле там внутренности которую она не может через эту красоту на нас ну вот не наносную как сказать вот от репетированную красоту вот она не может ее вот себя саму раскрыть потому что от репетирована такой человек в обертке ну вот да оберточка а мы же чем занимаемся тем что вот мы что мы всю свою жизнь пытаемся эту обертку на себя вот намотать как красиво масочки все вот эти вот я не могу сказать во мне тоже миллион оберток но я стараюсь от всех этих оберток не получится от всех да не получится но пока потому что ну потому что мы не в лесу живем потому что мы все равно не будем даже если мы чувствуем себе свободу мы все равно не будем кричать в трамвае но то есть какая-то вот такая двоякость я не знаю это это если мы будем чувствовать что от нас исходит свобода воли то это и есть гармония я думаю что так но как-то так вот тем людям до которые ты знаешь что зажаты и которые не могут проявить себя чтобы ты советовал вот сейчас до многие люди посмотрят интервью твои вот будут ждать от тебя совета чтобы могла сказать окружайте себя теми людьми которые воспринимают вас такими какие вы есть они такими какие вы какие вы хотите вот какими даже они хотят вас видеть вот так вот то есть нас нам же чаще всего диктуют каких нас хотят видеть а это вообще ужасно потому что зачастую это разные вообще разные картины разные люди да да вот такая история давай вернемся к самым истоком как музыка пришла в твою жизнь и как ты почувствовала так многое открыла дверь и привет я пришла и она сразу же пришла она даже меня не спросила вообще музыкальная школа захотела отвели все для многих ассоциации музыкальной школы это много тебе это просто давалось нет нет мне я не брала то что мне не хотелось брать как в общем-то и большинство детей да они не хотят брать то что они не хотят брать то что и мне не интересно да они не понимают зачем это нужно сольфеджио это а сольфеджио нужно вот эти вот гнотки все это знать а на самом деле нужно просто поменять подачу подачу этого всего то есть то есть как вы учите русский язык вы вы учитесь писать не 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 для того чтобы не потому что нужно научиться писать а потому что а давай отправим письмо кому-нибудь и вот и вот по вот это все да ну то есть потому что для чего это нужно для того чтобы взаимодействовать контактировать нужно вот это объяснять они это буква п вот ну да это какая там двадцать третья буква в алфавите но да но это некрасиво не интересно вообще вот и музыкальной школе ну все грешат этим именно этим потому что взрослые дамы уже когда-то отыгравшие свое они ну как бы потеряли смысл потеряли самое важное они именно они учат детей ну в общем так вот грустно получается кстати я этих дам очень уважаю не на всякий случай вот и музыкальная школа это была тусовка своя это это был хор обалденный который который вообще давал давал вот этот вот полет потому что хоровое пение она же вообще что-то вообще небесное вот а потом а потом музыкальное училище по классу фортепиано переоценка ценностей все кубик рубика там сложился так вот и все и захотелось оценка ценности но наше музыкальное училище вообще как как в потустороннем мире ты там находишься вообще в другой реальности совершенно ты ты полностью погружен во всех этих композиторов ты полностью погружен в их в их биографию как это это серьезные серьезные пьесы ты копаешь постоянно то есть окружающий мир перестает существует да перестает да вот и ты думаешь о другом ты постоянно думаешь о другом в твои в твоем возрасте люди не думают об этом а ты думаешь о философии смысле жизни а как они там как что потому что тем более фортепиано игра это это играние десятью пальцами и в каждом пальце может вести отдельный голос и то есть ты у тебя раз многоение личности то есть ты сначала поешь этим пальцем потом вот этим а потом вот этим вот ну то есть ты должен все это охватить ну и конечно это не может не поглотить вообще тебя полностью потому что это интересно вообще сложно ли быть творческим человеком ну странный вопрос ну вот ты творческий человек сложно быть творческий человек никогда не ощущала что ты мыслишь вот так вот окружающие просто не понимают о чем-то на других уровнях находятся есть такая прям вот штука что я плохо очень разговариваю я я чувствую что я эмоционируем о цене и ну а сказать сам сами слова они как-то странно они вот в какую-то концепцию такую не 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 если если послушать аудио без вот этих вот всех вертение руками то ничего не понятно будет вот вот с этим я сталкиваюсь конечно поэтому заранее извините да ну а в принципе такого что ты мыслила в одном направлении вокруг люди не понимали о чем ты говоришь вот о состоянии каком-то что каком-то событие не было такого да это смотря как донести мне кажется все можно донести и если ты говоришь а тебя не понимают значит ты неправильно говоришь значит надо как-то по-другому вот как раз таки вот этим вот ты рассказала о том как родилась одна из песен да что это вдохновил ребенок поешь ли ты колыбельный да конечно пою но до до рождения моего ребенка я написала несколько колыбельных моим племянникам и они получались очень дикие такие ух давай спи засыпай я рядышком вот ну такое такое очень очень эмоциональные колыбельные короче вот я сейчас только понимаю что нужно все-таки окстить самолет потому что деткам нужно спокойные песенки ну то есть эти эти колыбельные были неэффективны вот так скажем вот но очень эмоционально насвещены насвещены вот сейчас конечно пою что дети тебе дают правду чистоту это все но они у них эмоция такая это очень интересно ты ты даешь ты даешь клубничку она смотрит клубничка что это такое но это первый человек первый раз видит что-то первый раз видит и сейчас он попробует это это очень интересно как как он пробует как он морщится сначала ему непонятно вообще что это такое потом распробует все на лице это но это вообще это ну ты видишь вообще сотворение мира вообще благодаря им потому что не из чего появляется человек появляется вселенная вообще отдельно это о них но все родители будут могут много много говорить являются о них о детях это да вот помнишь ли ты свое вот такое яркое удивление за последние несколько лет до свистулька в общем я первый раз такую свистульку видела но видимо но говорят что в детстве у многих были такие свистульки я из казахстана и у меня не было такой свистульки в общем свистулька в виде виде какой-то птички и наливаешь туда водичку и она так просто свистит а с водичка начать причем так громко что просто невозможно но вот это мое удивление было да это конечно классно ну конечно в завершении нашей беседы хочу чтобы зрители еще раз услышали твой голос конечно давай к твоей команде пройдем да с удовольствием обернись я здесь пока застыла в тишине дыхание стиха закрой глаза и сделай шаг навстречу там на моем пути тебя с улыбкой встречу потекла ручьями по щекам твоя музыка к моим стихам долгое молчание позади песня птицы белой в небо лети аааа птицы в небо лети 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 и